Доброе утро, мои хорошие! Тереомикус, мои солнышки, друзья мои, по ту сторону экрана. Сегодня у нас рубрика «Кофе с Яной». Что у нас сегодня на завтрак? А на завтрак будем печь сегодня, печь булочки. Сегодня на завтрак буду булочки. Всем печь, кому чего. Но я не пеку целыми пачками. Ай, Маркиз, я тебе на лапу наступлю. Ну, что ты носишься? Мужу вот эти вот ванильные он любит. Стой такой, стой такой, я тебе на лапу не наступил, ты сладкий, сладкий. Вот с мясом можно парочку, с яблочком парочку. И вот юстус с этим, с сыром тоже. С сыром тоже парочка, да. И на всех вот этих пачках написано везде, что здесь используется сливочное масло в тесте. Ставите на 185, где-то на 190 на пачках написано. На 15 там минут, и все, в общем. И вот так вот. Всяких разных сортов. И опять в заморозку удобно. Пахнет чем-то вкусненьким. Дни, через 15 минут, смотрите, у вас целый противень разных, всяких булочек, пирожков. И домашние уже собрались незамедлительно, все прибежали. На запах, на запах. Сейчас разберут, разорвут противень. Все попили кофе, а теперь мы немножечко поедем, прокатимся по магазинам. Моя мечта купить швабу никуда не делась. Мечта купить швабу. Так что поедем, посмотрим, может все-таки удастся. Наконец-то мы покупаем швабру. Швабру, совочек. Боже мой, у меня... Нет, ковер не покупаю. Пикалкой, в общем, берем 3... 4,85 стоит швабра. И 4,89 стоит совок. Вот это фигнюшка. Наконец-то. Наконец-то. Мы в бывшем Максимарке, теперь это Коп. Да, Коп. А это уличные вас. На дачу. Это, да, на дачу. А вот это веником гоняется. Вот так вот. Как это? Веничком попку били. Нет, подожди. Веничком, да. А нам не надо для крыши, для улицы? Не надо? Нормально? Окей. А вот такой... Нет, не хочу я вас. Я хочу робот-пылесос, а не веник. Иди ты нафиг. Здесь всякие веники, кстати, продаются. Веники, веники, смотрите. А значит, из чего? Береза, да? Ну, по-алиси. Заваривать веник в сетке. Береза. В сеточке. Березовый веник, вот по-русски. Эвкалиптовый веник 4,99, березовый 5,99. Пахами, да. И... Каски, аллор, береза и лавровый лист. Так это в суп. Сначала там помочим, потом в суп. Он стоит 5,39. Самая дорогая береза. Как будто нас... Сколько веник стоит? Он еще одноразовый, да? 4,99 эвкалипта. Конечно, одноразовый. Иди давай. Что, серьезно? Один раз попарился бы и 4 евро выкид. Поэтому надо самим... Конечно, сами сделаем феники. Яна, ты куда поскакала? Так, давай возьмем маме кофе. Смотри. Бобы, зерна со вкусом. Вишня. Со вкусом бобов. Вишня и крем-брюле. Это сейчас маме. И нам тоже. А 5,69 стоит пачка. Здесь 200 грамм. Смотри. Вот этот самый... Мерилт, который в кап. В кап. Но он бобы. Видишь? Бобы. У нас, кстати, того немного. Но у нас будут зерна. Давай я пропикую. Вот чем занимается. Для чего тебе швабра? Съездили в Лидл. Съездили в Лидл. Мы купили рыбу красную. Ну, свежую филе. И маме тоже коробочку отвезли. И кое-что еще себе взяли. И купили мы в Викер форель. Это форель. Филе форели. Два коробки. Маме одно отвезла. Сливок для кофе. Вот такую поливалку на мороженое или на блинчике клубничную. Евро с небольшим сейчас стоит. Зерна, бобы. Это мы в Лидл покупали. Это все из Лидл. Масло было по компании. Две пачки и два евро. То есть пачка евро. 200 грамм. Сливочное масло хорошее. Это Викер форель. Значит, тоже со скидкой вот это. Бразиль кофе. Три с чем-то на даче уже тоже коплю собираю. И зерна. Зерна это в копе. Крем-брюле и шоколадный черри. Маме тоже это вот эти отвезла. И еще. А, да. Собок. Швабра. И еще маме тюльпанчиков. 30 штучек. Какие хорошенькие, свеженькие. Все. А теперь будет у нас с вами распаковка кольцевой лампы, которую мы купили. Ну, мы ее быстренько распакуем. Потому что это не всем интересно. Ну, как бы так. Ну, чем живу, то показываю. Это свежеиспеченная, свеженькая кольцевая лампа. Это вот блогерская для визажистов. Ну, знаете, кольцевая. Потому что там у меня что-то хромало. Она была хорошая, но хромала. Вот. И сейчас распакуем. И тогда... А в это время уже стрим пройдет. Я понимаю, что ролики задерживаются. Как бы, да. Не получается так, что не все онлайн. Ну, вот. Стрим пройдет уже, я надеюсь, удачно. А вот лампу мы только... Только сейчас я показываю. Ну, то есть, понимаете, да? Не получается так, что вот все, как бы сказать, вот минута в минуту. И немножечко вот эти задержки. Потому что онлайн это онлайн. А пока смонтируешь, пока выложишь. Если еще чем-то разбавится, то... Ну, в общем, вы мои зрители, самые любимые, самые хорошие. Вы все поняли, все знаете, все понимаете. И не обижайтесь на меня, ведь правда. Итак, мы распаковываем лампу. И стрим у нас с вами будет. Тумбу не распаковали. А в этой лампе беда в том, что вот в этом шаровом здесь она может... Ну, вы видели, во время стрима кланяется, как бах, и готово. В общем, сейчас муж соберет мне эту лампу. И я думаю, что все будет хорошо у нас с вами. Ну, давай коробочку, волшебный. Что ты ржешь уже? Еще ничего не начал собирать, уже смеется. Никакой серьезности. Ну, да. Чик, чик, чик. Почикать надо. Ну, давай. А что, китайская все? Таких ногтей нету, у тебя, наверное, есть. Нет, у меня тоже нет ногтей. Как нету? У меня только зубы острые. Сейчас я ножик принесу. Это была реклама ножа, да? Это не тот нож. Это не та реклама. Нос, а что тут у нас? Пока все тоже. Что тут с комплектующих? Лампа, штатив. Где штатив? Не знаю. Что тут ничего? Такой неуверенный мастер. Такой неуверенный мастер. Лампа. Поняла я. Что это лампа? Это вынь сначала все комплектующие. А тут же тут. И тут что-то должно быть спрятано. Прямо. Здесь штатив прятан. Точно? Да. Прямо. Ну, все пока обычно. Вот это просто часть будет-то на... Много. Много-много. Так, хорошо. Ну, что, собирай, короче. А, вот эту вот ногу. И там защелкивать по бокам. Что еще надо у тебя? Ну, что, собирай, короче. А что там? Вот это твой шар. Это с шариками. Да, ага. Так. Ну, в общем, все ясно. Что, ничего не понятно? А, тут что? Не доложи. Так положить, что-то на наш... Да, лучше так оба вклеили. Подальше положить, поближе возьмем. Наверное, эта штучка. Тебе, ради же телефона, крепеж телефона. Такие сумочки. Тут можно хорошие. А, завтра это сразу. Мотодержалка. Тут же все шарик. А, на чем, короче, собираем. Тут же конфликтность, вот, показывали. Да, да, ладно. Процесс идет, в общем, уж здесь одну установил, вот эту новую. Теперь она вроде бы нормальная. Ничего не упадет нигде. И еще вторую, вот эту мою, он тоже вроде сейчас отремонтирует. Просто с новой лампы шаровой вот сюда поставят, и будет у нас с вами две лампы. Какая-то фотозона, я не знаю, что здесь вообще происходит, что это за квартира, какие-то треножники одни. Тумба, когда мы ее купили, все до сих пор не собрали. Давайте-ка соберем эту вот тумбу. Большую я ее взяла под мебель, как бы, ну, немножко подходит. Так иногда что-то положить надо. И что-то поставить, рюмочку, например. Так что мы ее сейчас соберем. Там еще место для хранения, чем-нибудь дозобьем. Баром, бар, бар там у нас с вами будет. Так, думаю, что здесь, наверное, ничего такого сложного, называть не надо. О, уже больше на свою мебель похоже. Ну, в смысле, в цвет попасть. Распакуем, запахло какой-то краской. Какой-то краской и чем-то таким. Запахло. Ой, ехать, да. Не кожа, короче. Ой, боже, да я этот самый, как я хорошо все легко складываю. Да муж придет и ахнет, у меня все готово. Петельку туда или так вот. Наверное, вот так вот, а петельку наверх. В общем, довольно вместительная емкость. Вот в этом лидл... В этом лидл, в общем, неплохие такие вот вещи бывают. Смотрите, какая вместимая штука. Ой, тогда хорошо так по высоте встанет барчик. Короче, шучу, я шучу. Ведь некоторые же воспринимают, что это всерьез. Ну да, попало в цвет, конечно. Я помолчу. Ну ничего. Ну что-нибудь поставить сюда. Но иногда вот так надо, знаете, что-нибудь... Что-нибудь да поставить. Ну такая тумба. Тумба. Главное, что она вместительная. Туда можно что-то положить. Потому что вечная вот с этим местом в квартире. Чем больше шкафов, чем больше тумб, тем быстрее они все забиваются все равно. И все равно места мало. Ну вот так вот. Спрятать заначку туда можно. А сейчас я с вами прощаюсь. Все у нас получилось. Все нормально. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения, позитива. И чтобы у вас, у ваших родных было все-все хорошо. Солнышко в душе вам всем. До следующего видео. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok